добрый день дорогие зрители с вами елена на канале косметическая кухня бьюр на улице наступило лето и поэтому мы решили снять для вас очередное актуальное видео на тему защиты от солнца поскольку магазине бьюр появился новый компонент для защиты от ультрафиолетового излучения под названием ювенал a plus b мы решили подготовить для вас рецепт крема который сочетает себе органический фильтр ювенал а также добавляем физические фильтры диоксид титана и оксид цинка с помощью данного компонента мы можем создавать солнцезащитную косметику с высоким фактором защиты но при этом избежать сильного белого следа от крема на коже которые обычно дают физические фильтры титан и цинк в большом количестве подробнее об отличиях физических и химических фильтров вы можете прочитать в нашей статье на сайте магазина бьюр в разделе блог также хотим сказать что мы еженедельно публикуем очень интересные статьи на разнообразные темы которые касаются изготовления косметики а также ухода за кожей и волосами поэтому рекомендуем вам периодически заглядывать в блог на сайте магазина бьюр а также подписываться на нашу рассылку потому что данные статьи мы дублируем в наших еженедельных рассылках и так давайте мы приступим к приготовлению крема и готовить я буду 50 грамм для начала я приступаю к приготовлению жирной фазы беру чистый простерилизованный стаканчик ставлю его на весы и сюда буду добавлять все жирорастворимые компоненты итак первый из них это у нас будет эмульгатор в данном рецепте я использую ламилярный эмульгатор под названием а планта м в количестве 3 процента или полтора грамма на 50 грамм крема этот эмульгатор дает очень легкие текучие эмульсии и позволяет вводить большое количество активных веществ в том числе уэф фильтров после него в жирную фазу я буду добавлять натуральный эмолент гасулин в количестве 10 процентов или 5 грамм а также масло авокадо и жажоба по 3 процента или по полтора грамма я настоятельно рекомендую использовать в солнцезащитной косметики не только базовые масла но и эмоленты потому что именно они позволяют облегчить эмульзию сделать ее более приятную при нанесении дальше в жирную фазу я хочу добавить наш основной компонент это органический уэф фильтр под названием ювенал и посби я уже ранее говорила его название в рецепт я его ввожу 15 процентов или семь с половиной грамм что же касается защиты от солнца то 15 процентов ювенала в рецепте дает уровень защиты около 26 единиц более точную градацию какой процент воды какой уровень защиты дает в готовом изделии вы можете посмотреть в описании товара на сайте магазина бьюр ссылочку смотрите в углу экрана еще хотелось бы сказать несколько слов о данном компоненте согласно описанию производителя он очень хорошо защищает кожу а также волосы от излучения как спектра а так и спектра b очень важно использовать солнцезащитную косметику которая защищает кожу от двух видов изучения так как они по-разному влияют на кожу и проникают в нее на разную глубину более подробную информацию об этих видах излучений вы можете посмотреть на сайте магазина бьюр в самом описании ювенала а на этом приготовление жирной фазы я закончила у меня остался диоксид титана и оксид цинка которые также ведут жирную фазу но уже после нагревания и на водяной бане поэтому сейчас я ее откладываю в сторону и займусь приготовлением водной фазы для этого я опять беру чистый простерилизованный стаканчик вторую его на весах и добавляю воду а воду использую очищенную в количестве 45 целых девять десятых процента или двадцать две целых девяносто пять сотых грамма это количество воды я хочу добавить загустители которая называется косметическая аксантановая камедь в количестве полпроцента или 0,25 грамма данное количество загустителя позволит сделать нашу эмульсию чуть более плотной а также стабильной и перед и предотвратить ее возможное расслоение в будущем дальше я беру обе эти фазы и отправляю их на водяную баню до нагревания около 80 градусов цельсия это температура плавления эмульгатора планта и только после этого я начну их соединять и эмульгировать прошло некоторое время и моя водная жирная фаза нагрелись на водяной бане водная фаза с помощью ксантановой камеди превратилась такой вот не очень вязкий гель жирная фаза полностью растворилась и теперь я могу начать эмульгирование но прежде чем начать эмульгирование мне необходимо добавить диоксид титана и оксицинка в жирную фазу данные два компонента представляют из себя физические уф фильтры их в рецепт я ввожу по три процента или по полтора грамма три процента каждого из них дает уровень защиты примерно 2 и 5 они вдвоем дают уровень защиты около spf 5 но почему я ввожу именно два разных компонента поскольку один из них защищает от лучей спектра а а второй из них защищает от лучей спектра б а важности защиты от этих двух спектров я говорила ранее дальше я быстренько размешиваю порошки в жирной фазе работать нужно быстро для того чтобы фазы у нас не стали очень разных температур потому что потом могут быть проблемы при эмульгировании все фильтр и размешала отодвигаем весы в сторону и начинаем вводить водную фазу в жирную фазу наливаем и дальше начинаем активное перемешивание миксером мешаем до тех пор пока вы не увидите что у вас образовалась однородная эмульсия которая не норовит расслоиться не образовывать никаких хлопьев и странных консистенций размешивать с помощью миксера нам придется несколько минут когда я вижу стабильную эмульсию я возьму стеклянную палочку и продолжу размешивать до тех пор пока эмульсия не остынет до температуры около 40 градусов цельсия и после этого я продолжу вводить оставшиеся активные компоненты после некоторого времени размешивания когда у меня уже образовалась эмульсия не вызывающая сомнение ее стабильности я вам ее покажу видите она не расслаивается она уже немножко держится на палочке и остыла до температуры около 40 градусов цельсия и сейчас я могу продолжить вводить оставшиеся компоненты для этого я возвращаю весы ставлю стаканчик и сначала добавлю оставшиеся жирорастворимые компоненты первые из них это всем известный антиоксидант витамин е в количестве один процент или пол грамма витамин е будет выполнять его основную задачу это защита от свободных радикалов далее в состав рецепта я хочу добавить 2 co2 экстракта это зеленого чая и алоэ вера в количестве по 0,3 процента или 0,15 грамма экстракт алоэ будет увлажнять успокаивать и оказывать противовоспалительный эффект на нашу кожу экстракт зеленого чая является одним из самых сильных растительных антиоксидантов после этого я опять размешиваю компоненты с помощью мини миксера до однородности в эмульсии после этого я опять складываю миксер в сторону вторую стаканчик и добавляю оставшиеся водорастворимые компоненты первые из них это д пантенол в количестве 2 процента или 1 грамм до пантенол в данном креме будет в первую очередь оказывать успокаивающее и противовоспалительное действие после д пантенола я хочу добавить увлажняющий компонент aqua shuttle в количестве 5 процентов или два с половиной грамма поскольку крем содержит диоксид титана и оксид цинка они оказывают всем известное подсушивающее действие поэтому очень важный рецепт таких кремов включать большое количество увлажняющего актива и последним в эмульсию я хочу добавить конечно же консервант в данном рецепте я использую экологический консервант под названием cos guard в количестве 1 процент или пол грамма этот консервант разрешен для использования зеленой косметики и имеет эко-сертификат на этом добавление всех компонентов я закончила и теперь мне осталось домешать крем до однородности полного остывания и стабильной эмульсии для этого я буду сейчас использовать мини-минсер для того чтобы активные компоненты быстрее растворились в эмульсе а потом как я уже говорила я возьму стеклянную палочку и буду медленно но уверенно размешивать крем до его полного остывания до комнатной температуры и так прошло примерно 15 минут я закончила размешивать свою эмульсию и она приобрела свою окончательную консистенцию как я и говорила эмульгатор planta m дает очень легкие текучие эмульсии этого я и пыталась добиться поскольку густая плотная эмульсия только усилит тяжесть крема который содержит большое количество уэф фильтров теперь давайте я вам покажу как этот крем распределяется по коже поскольку цель создания этого рецепта и введения в него нового фильтра ювенал было облегчение эмульсии и избежание белесого следа на коже видите крем достаточно плотный и белый поскольку мы все-таки ввели 6 процентов в общем 6 процентов а физических фильтров при распределении по коже кажется что он оставит жуткий белый след но введение в рецепт ювенала а также эмолента газулин сыграла немаловажную роль и как вы видите я как будто ничего не наносила на руку у меня осталась всего лишь увлажненная очень гладкая кожа теперь давайте мы завершим приготовление крема и перейдем его во флакончик такого рода эмульсию я советую переливать исключительно во флакон никаких баночек иначе она все растечется и на этом приготовление солнцезащитного крема с органическими и физическими фильтрами уровень защиты которого составляет примерно 35 готов я более чем уверена что этот рецепт был вам полезен также хотела сказать пару слов о взаимозаменяемости компонентов поскольку вы очень часто спрашиваете а можно ли заменить компонент а на компонент b компонент b на компонент c давайте сейчас пару слов об этом скажу в данном креме самыми важными активами является конечно же сами фильтре ювенал оксид цинка и а диоксид титана по моему мнению очень большую роль играет эмолент газулин поскольку он позволяет добиться вот такого равномерного распределения фильтра в самом креме и дает легкую приятную консистенцию то есть вы получаете не тяжелый крем планта в этом тоже сыграла свою роль она сделала нашу эмульсию легкой и текучей но она не является принципиально важным эмульгатором если у вас нет планты вы можете взять любой другой эмульгатор и просто поменять количество его ввода также например часто вопросы про консервант можно ли заменить консервант например и уксил на тот который у вас есть вопрос точнее ответ да конечно можно главное обращайте внимание на растворимость консерванта и пересчитывайте проценты ввода активов и на данной прекрасной нотке я бы хотела с вами попрощаться а не забывайте ставить лайки нашим видео смотрите наши старые рецепты потому что они очень полезны и повторю заходите в магазин бьюр в раздел блок там очень много интересных рецептов подписывайтесь на нашу рассылку и вы будете еженедельно получать письма о том как создавать крем и какие компоненты для чего использовать а также своевременно узнавать о всех акциях и скидках с вами была елена косметическая кухня бьюр и до скорых встреч на новых мастер-классах пока мастер-класса